Здравствуйте, меня зовут Михаил Мирчук, я являюсь руководителем сайта goodgame.ru И мы с 2008 года занимаемся созданием контента для такой специфичной, капризной, но очень любимой аудитории, как геймеры И вместе с Институтом развития интернета мы бы хотели сделать проект, который называется Киберспортивная лига 2021 Она преследует главным образом три цели Первая цель это попробовать мотивировать любителей компьютерных игр, которые просто занимаются этим в качестве развлечения Свои силы в компьютерном спорте То есть вовлечь их в нечто более осмысленное, на мой взгляд Когда есть результат, когда тебе нужно работать над собой для достижения цели Когда ты должен развивать качества различные, типа коммуникации, работы над собой, целеустремленности Для того, чтобы показать хороший результат То есть трансформировать это увлечение в нечто более сложное, но интересное Второй момент это, конечно, создание большого количества тематического, актуального для геймеров контента И вы увидите, что в этом мультиплатформенном проекте у нас есть самый разный контент Потому что у нас есть, во-первых, практика и компетенция в этом Мы знаем, что разные типы контента подходят, выполняют разные задачи И вы увидите, что у нас есть и коротенькие новости, и лендинги по играм Там, где будет регламент, сетка, участники и так далее Будут лонгриды с интервью более масштабными И с подведением промежуточных итогов, в том числе аналитикой И, конечно же, популярный, самый популярный контент — это видео А именно нарезка наиболее интересных моментов и интервью с победителями Контентом занимаются люди тоже очень опытные В них я не сомневаюсь, во-первых, потому что совсем недавно мы завершили крупный проект для компании CFT Это был внутрикорпоративный турнир для сотрудников компании на 400 человек С нашей стороны было задействовано 12 человек, которые тоже занимались и судейством, и организацией И общением с участниками, организаторами со стороны компании И, конечно же, контентом Мы делали трансляции, мы делали нарезки моментов, мы брали интервью В общем, этот проект чем-то очень похож на тот И это одна из тех причин, почему я решил за это взяться То есть степень ответственности высокая, но, тем не менее, мы уже довольно опытные Второй момент, который тоже несколько снижает, на мой взгляд, риски Это тот факт, что мы заявили, на мой взгляд, сильно заниженный KPI Потому что заявлено 2,5 миллиона просмотров на 3 месяца проекта А у нас на сайте количество просмотров Только на одном сайте, без учета YouTube, без учета социальных сетей Где количество подписчиков еще 200 тысяч суммарно 4 миллиона в месяц То есть мы сильно перевыполним KPI без особых проблем Тем не менее, в проекте вы найдете в бизнес-плане затрату на привлечение дополнительной аудитории Ну, я решил, раз есть такая возможность И это одна из задач Института развития интернета Почему бы не воспользоваться? Тем более, что не все геймеры сидят у нас на сайте А можно специальным таргетом поймать еще тех людей, которые обитают в соцсетях Увлекаются играми И, конечно же, пользуются тем же самым Яндексом, чтобы достать их директам Что еще? В качестве судей у нас опытные товарищи из Федерации компьютерного спорта Судьи, которые имеют реальные разряды В киберспорте их уже выдают Судейские имеется в виду И один из них организовал больше тысячи мероприятий В целом, есть у нас один минус Во-первых, то, что мы впервые будем работать, если будем, с ИРи И поэтому у нас нет опыта взаимодействия Мы, как и порекомендовали в вебинарах Мы заложили в бюджет специального человека В обязанности которого будет только взаимодействие с Институтом развития интернета В плане общения, статистики, отчетов, документа оборота Но у него опыта в этом плане нет Мы подобрали человека, исходя из того, что он наиболее ответственный И у него большой опыт именно в традиционном делопроизводстве и документобороте Вроде бы все Кажется, ничего не забыл Если что, пишите Спасибо, что уделили время Всего хорошего Субтитры создавал DimaTorzok